Гуты морген всем! Доброе утро всем! И добро пожаловать в новый блог! Что я хочу вам сказать? У нас такая погода, сейчас у нас так холодно на улице. В окно посмотрю. Очень холодно, прям аж пар с рта идет. Холодно, прям вообще. И дождик идет. У нас целую неделю дождик вроде бы обещают. И на той неделе дождик обещают. А я вам хочу сказать сегодня, что я буду печь. У меня остались блетотайк. Блетотайк это слоеное тесто. И у меня есть сосиски. Я покажу, как их быстро делать. Сейчас поеду на работу. Кофе уже напилась. Я уже с утра встала. Рано утром встала, потому что с собачкой выхожу гулять. Ну и вот так вот. Работы у нас. Очень много работы. Работаю. Сейчас на работу поеду. Сколько там уже время? 10 минут восьмого. Я хотела вам показать. Знаете, что мне дождь подарила на день рождения? Это такая, знаете, как вода. Она укрепляет тональный крем и пудру. Это такая хорошая вещь. Вот сейчас дождик. Да, чтобы она не текла. Как встать? Сейчас я тут числю. Чтобы оно не текло. Ой, наоборот, выключила. Чтобы оно не текло по всему лицу. И не стиралось быстро. Тональный крем. Оно так укрепляет. И на солнце она блестит. Я вот уже, знаете, второй день пользуюсь. Ну, правда. Такая хорошая вещь. И фирма эта хорошая. Сейчас я вам ее покажу. Посмотрите. Чтобы не отсвечивала. Я прямо сейчас вот так вот сделаю. Оно с блесками идет. Замечательное. Вообще я прям поражена. Думаю, ну что за вода. Есть у меня еще жидкий крем такой. Вообще мне прямо вот очень понравилось. Ой, посмотрите у нас на улице. Какой вот дождь, слякоть. Это вчера постирала, выстиралась. Но я каждый день стираю. Погода у нас вообще. Ну, уже давно пора такую погоду. Все знают. Такая красота у меня тут стоит. Вот так вот. Сегодня будем с вами готовить. И будем готовить. Я покажу вам, знаете, что буду делать с вами смуви. Смуви, как мельшель. Да, все, кто ходит в Макдональдс. Я покажу, как я делаю. Вот, уже показывала, какие я эти специальные печеньки купила. Можно и с ягодой замороженной. И будем сегодня делать и Блета Тайк. Все, сейчас я вам покажу. Он продается везде. Есть подороже, есть подешевле. Есть, как сказать, с дрожжами, есть без дрожжей. Но я всегда вот такие оптимальные беру. Вот он. Блета Тайк. И обыкновенные сосиски я сделаю. Вот. А сегодня я посмотрю, что буду готовить. У нас любят мясо, да и побольше. Сыну мне только шницели подавать. Целый день, каждый день буду найти шницели ем. Вот. Потом у меня еще есть тесто. Тоже осталось. Тот раз набрала по ангиборту, теперь все лежит. Со слив или там вот с этой вот ягодой, да, как нектарин. Нет, нектарины, что я говорю. Разрезаешь и тоже делаешь эту медштруиза с сахаром. И потом я вам покажу все, как делать. Может быть, сегодня сделаю, посмотрю. А то у меня 7 пятниц на неделю. Я могу, я вот это вот, честно сказать, масло. Я уже два дня его вытаскаю. Прихожу с работы, устаю, ложу на место. Вчера тоже так же вытащила. Думаю, приду, что-то спеку. Надо, думаю, сделать влог. Что вы думаете? Пришла опять, его в холодильник засунула. Думаю, не, надо отдыхать. Так что прощаемся с вами. Сегодня у меня не очень много работы. Очень мало. Пациентам поеду, там пару таблеток надо отдать. Это разложить. И быстро я это справлюсь с этим делом. И приеду домой, и будем с вами печь. Так. Вот пришла с работы. Ну, как всегда, как обычно. Сейчас покажу, как мы будем делать с вами просто, как сказать, сосиски в тесте. Помните, продавали раньше на базарь. Ну, и бештымки продают. Вот это вот у меня тесто. Блета тайг. Сейчас я буду раскатывать в полоски и закручивать вот эти вот, вот эту вот колбаску, да? И буду смазывать яичко или можете просто желток и чуть-чуть щепотку сахару. Чтоб оно немножко, как бы, знаете, пригорало у вас. Но оно сразу возьмется, когда немножко сахару делаем. Кто может просто солью взбить, щепотку соли, желток и щепотку соли. А можно ложечку сахару. И все, и будем смазывать их. Дальше, что будем делать? Это первое. Потом, я же по ангиботу понабирала это тесто. Хочу сделать вот готовое тесто. Я как-то показывала, у меня такое есть тесто. И дело такие просто сливы, да? Вот это тайг тесто. Это уже тоже, он как, как сказать, дрожжевое. Оно тоненькое будет. Тоже уже последняя штучка у меня осталась. Ну, конечно, я люблю сама печь, сама тесто делать люблю. Но не выкидывать. Не выкидывать же. Надо делать. Потом. Вот это вот у меня слива. Здесь 500 грамм сливы. Полкилограмма. Потом сахар. Это я буду уже потом посыпать, штройзы делать. Когда, например, я сделаю тесто. И потом буду... Тут... Это значит масло. 250 грамм масла. И можно полстакана, а можно чуть-чуть побольше. Кто как любит, сахару и немножко муки. И будем делать, как, знаете, ну, как растирать. И наверх сыпать. И оно моментально. Минут 15 и оно готово. На 180 градусов. И оно будет готово быстро. Если у меня тут шумно, не обращайте внимания. У меня тут паприка. Сегодня я делаю паприку, тушу. И у меня вытяжка вот эта вот включена. Вот. И оно как... Я сделала она сильной, чтобы она как запаха не было. И выдувала быстро. Ну, давайте приступим. Сейчас я вам покажу. Потом покажу вам мельшейк. Как я говорила, обещала. С мороженого, с банан будем делать с вами. Буду делать как на два стакана. Потому что муж и дочь еще на работе. А я с сыночкой уже дома. Вот так вот я разрезала. Видите? И потом каждую, каждую вот так вот буду я заматывать. Я сейчас замотаю. И потом вам буду показывать. Как? Вот так вот просто, как спиралькой. Сейчас я вам покажу. Замотаю их всех. И потом смазать их и все. Это самое быстрое и вкусное, знаете, и... Как сказать? Еда. И сытное. Можно толстую, как колбаску, да? Очень толстую, но она будет очень сочная. Ну, смотрите. Есть и сырая колбаса, есть и разная колбаса. Я имею в виду сосиски. Потому что я как-то делала, покупала сосиски в нету. И они мне все полопались. Ну, все до единого. А вот эти вот самые то. Это я покупала в Кауфландии. Они немножко суховатые. И я вообще люблю, знаете, польскую колбаску. Польскую, как вурс, да, сказать по-немецки. Вот я заезжала в нету. Ой, в нету, извиняюсь. Пенешку. Вот пенемарк, да? Это как кабаноси. Это очень хорошая колбаса такая. Она как суховатая. И в русском магазине тоже очень много польского ассортимента. Такая вот колбаска называется сырая. Я как-то говорила в своих видео, показывала. Но она до того вкусная. Это вы не можете себе представить. Я потом куплю, покажу вам. Она пачка стоит 5,42, вытягивает ойров. Потом 5,65. Смотря сколько там граммов. Как килограмм, там полкилограмм. По-моему, это 500 грамм. Бывает 200 грамм. Но сейчас все как подорожало. Я ее не брала. Ну, как, не то, что она дорогая. Я не взяла. Мы все равно покупаем и кушаем ее. Просто я давно в русском не была. Я еду в русский только тогда, например, когда ногти делаю. Потому что там сразу все в одном здании. Ну и вот так вот я сделала. Я яичко уже смешала. Немножко сахару сделала. Духовка у меня разогрелась. Так, тряпочка моя. Сюда ее. Ну и вот так вот. Это обыкновенное слоеное тесто. И колбаска. И все смазать. И очень вкусно. Так, ребята, делаем. Второй этап. Сейчас я вытерю. Смотрите. Включи здесь свет. Ничего не видно. Вот. Пока у меня тут сосиски делаются. Ну как, пекутся, да? Значит, мы не будем терять момента. Начинаем. Тоже вот это вот тесто. Наконец-то уже последнее. Вот. Сейчас я тоже буду разматывать. И вот эту сливу, она мне уже вымотая. Все. Вот, посмотрите. Сладкое-сладкое, вкусное. Вот. Хотела сначала взять потемнее. У меня есть еще такая темная слива. Вот она. Ну, решила красную. Мне тут раз красная, так понравилось. Вот. Сейчас я ее разрезу. Не знаю, как буду делать. Или вот так вот напополам. Я посмотрю сейчас. Или буду, знаете, делать как... Как вам сказать? На четыре части разрезать. Сейчас я посмотрю. Так, значит, вот так вот я решила сливку свою порезать, да? Какая она сочная. Ну-ка, попробую я. Ммм, какая вкусная. Значит, у меня там колбаска еще в духовке. Теперь делаем, чтобы на сливу сыпать. Это стройзель. Тут 250 грамм масла. Потом 100 грамм сахара. И мука. Ну, здесь у меня стакан муки, да? Я всегда смотрю. Я, честно сказать, я всегда делаю все на глаз. Потому что я делаю это постоянно. И как бы я делаю все на глаз. Вот так вот я сейчас буду размягчать потихоньку масло. Короче, это все надо размягчить, чтобы оно немножко все в масло вошло. Весь сахар, да? И потом добавлять муку. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, какая крошка получилась. Вот она. Смотрите. Вот такая должна быть крошка. Я люблю крупные. Кто любит помельче, пускай делает помельче. Я очень люблю такую крупную. Так, посмотрите, какая красота у меня получилась. Это обыкновенная, еще раз скажу, обыкновенная хефе тайг. Это значит обыкновенное дрожжевое тесто. Все-таки решила я на четыре части разрезать. Вот у меня какая это получилась. Теперь будем делать вот эту стружку, как сказать, стройза. Так. Мука, сахар здесь и масло. И ничего больше не надо. Теперь делаем, не бойтесь, прямо, прям поверху делайте. Так, везде по уголочкам. Так, все. Смотрите. Закрываете. На 180 градусов. Ставьте и смотрите. Оно, в принципе, быстро делается, потому что тесто это тонкое. Ой, я так люблю эти штройзы. Это я вообще прям очень мне нравится. И чем больше, тем лучше. Мне обычно, когда тесто остается на булочке, да, я делаю. И я вот всегда тоже вот так вот делаю. Или яблоки ложу на целое это делаю. Или яблочко положу. И вот эти вот штройзы наверх сделаю. Мне очень нравится. Смотрите, какая красота. Ну, ставлю ее в духовку. И покажу вам, какая у меня колбаска получилась. А вот я колбаску вытащила. Посмотрите, какая прелесть. Очень вкусно, аппетитно. И самое главное, быстро. Обещанный у нас мельшик с муги. Так, сейчас я вам еще дальше приготовлю. Значит, приступаем. Вот. Я делаю на 2-3 стакана. Много не буду делать, потому что у нас уже вечер. Уже и так все накушались. Вот, пока у меня готовится эта куга. Пирог мой сливовый. Будем приступать за другое. Вот я делаю на... Пускай будет 2 стакана, да? На 2 стакана я беру 3 больших ложек обыкновенный ванильный... Ванильный йогурт. Ой, йогурт говорю. Мороженое обыкновенное. Здесь 2,5 килограмма, да? Он везде продается. Есть лимонный, есть клубничный. Любой есть, ну, по вашему вкусу. Вот. Я, значит, беру 3 большие столовые ложки. Вот это мороженое. Потом беру 3-4 банана. Это уже по вкусу. Вот я беру самые большие. Вот 3 штуки. Я режу шайбами. Это значит, кружками я буду резать, да? Эти бананы. И закладывать вот сюда в мою вот эту вот. Сейчас я ее откручу. И сюда вот я буду готовить. Потом можете туда же добавить любую замороженную ягоду. Любую можете добавить замороженную ягоду. Вот. Но я не буду это делать. У меня просто дети захотели... Вот это вот печеньки. Обыкновенные печеньки. Орео. Ну, все знают, да? Это я уже готовые купила. Они разломанные. Можно наверх посыпать. А можно тоже 2 ложки прям туда сыпать. Но я сейчас посмотрю. Спрошу сначала детей, как они хотят. Вот, смотрите. Я их поломала. Потом... Сейчас я вытирую руки. Потом 3 большие ложки я сначала сполоснула. Это отодвигаю сюда. 3 большие ложки я делаю мороженое. О, что-то чересчур много. Наверное, опять много получится. Опять много получится. Но все равно пускай будет гуще. Вот так вот. И заливаю стакан молока. Ну, смотрите, я еще раз говорю. Смотрите сами, как вы любите. Можете 2 стакана молока. Можете 1,5 стакана молока. Смотрите по жидкости. Все. Еще немножко добавлю. Дети захотели густой. Значит, это откладываем. Закрываем. Вот, посмотрите, что у меня получилось. Вот такая она должна получиться. Если хотите, чтобы гуще было, да, значит, еще 2 банана и немножко мороженого. Тогда меньше молока лейте. Оно густое. Посмотрите, какое. Вот. Ой. Можете туда вот эти вот кексы, как, сыпать вот это вот всякое такое. Можете мороженую ягоду добавлять. Это на ваше усмотрение идет. Вот. И еще половинка осталась. Так. И вот, смотрите, вот эти вот кексы. Смотрите, какая красота. Так. Но я не буду эти кексы. Вот. Посмотрите, что получилось у меня. Вот, посмотрите, какая красота у меня получилась. Еще раз вам показываю. Вот оно какое. Тоже очень быстро. Очень вкусно. Я не хочу без этих, как, хочу выпить, попробовать без этих всяких шоколадок. Я люблю чистые, как мельшейк. Чистые вот эти вот смуги. Видите, какая красота. И быстро. Посмотрите, что у меня получилось. Какая прелесть. Дома запах такой стоит. Тоненький, вкусный. Весь противень у меня прям был. Противень. Вот это прям вся мокрая. Слива прям такая сочная была. Все повытекало. Так немножко вытерло. Смотрите. Вот. Очень сочный. Так что пробуйте. Не бойтесь. Мне кажется, самое такое оптимальное. Пошел, купил, сделал. И все. Большое спасибо. Рики уже тут. Рики, сыночка моя. Просит, просит. Большое спасибо вам за просмотры. Что вы подписываетесь на мой канал. Вот. Желаю хорошего вам вечера. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok